Эй, дружище! Если тебе нравятся атмосферные игры и их прохождение, тогда рекомендую подписаться на свежий игровой канал. Хороший голос и интересная подача материала не оставят вас равнодушным. Давайте все вместе подпишемся и порадуем братишку. Ссылочка будет в описании. Привет, друзья! Вы смотрите Банальное ТВ, с вами Турбо, и сегодня мы продолжаем играть в Брик Рикс, и продолжаем тему вот с этим вот маленьким танчиком, который может уничтожить весь город фактически за один выстрел. Друзья, это ударная волна. Только сегодня я решил проверить на прочность различные танки, БТРки и прочие-прочие военные, так сказать, машины, военную технику. Естественно, пишите в комментариях, какая техника у нас сейчас стоит, потому что я особо не шарю. Но вот это украинский БТР какой-то, это какая-то гиена, это какой-то немецкий танк, смею предположить. Давайте мы посмотрим, что сейчас с ними случится. Нажимаем замедление, нажимаем замедление, самое максимальное замедление, и нажимаем на заветную кнопочку выстрела, друзья. И мы вместе с вами держим кулачки, скрещаем пальцы, не знаю, что еще делаем, и ждем, ждем заветного, так сказать, проникновения в эти самые БТРчики, в эти самые танчики. Мне кажется, должно быть очень жестко. ФПС, естественно, на самом минимальном уровне, потому что что? Потому что, ну, вы сами понимаете, что. Давайте, давайте посмотрим, что сейчас случится. Итак, друзья, первому достанется немецкому вот этому танку. Я не знаю, как он называется, но ему достанется самому первому. У него в задочек-то хорошо вошло, но, в принципе, вся бочина у него сейчас будет уже, так сказать, нафиг расфигачена. Сейчас он самый первый начнет, давайте посмотрим. Так, следующий у нас, вот этот танк, Гиена, и последний у нас только украинский БТРчик. Так, все, минус немецкий танк. Вот этот серенький дружочек, просто минус. Елки-маталки. Елки-маталки, дорогие друзья. Кстати, там еще домам по-любому достанется. Так, сейчас начнет Гиена. О-о-о-о! Просто башня разлетелась. Все, минус Гиена, и последний у нас. Вот, пошел же БТРчик, украинский наш дружочек, просто получает большущий урон. Не, ну, ребят, ну с этим, вы видели, вот этот вот маленький танк, маленький вот этот вот писюн, который торчит из вот этого тумана войны, так сказать. Он просто одним выстрелом может уничтожить всю вражескую технику, все вражеские танки просто одним нажатием на красную кнопочку. Так, давайте, наверное, мы вернемся в исходное время. Ё-моё! Ё-моё! Так, это БТР полетел. А где остальные два танка? Так, не, ну, маленький дружочек, конечно, это полный псих. Где еще два танка? Я не понял, куда они делись. Давайте мы откроем глобальную карту. Так, вот один летит куда-то. Так, это БТР улетел. А, мы же можем, мы же можем вот так делать. Так, это летит наш немецкий друг, он просто уже в космосе на другую планету улетел. И гиена тоже капец, как далеко улетела. Друзья, блин, реально ставьте лайки, если вам нравится такая жесть, такая тема. Давайте мы попробуем. Теперь я посмотрю, какие у меня есть еще танки. И мы с ними провернем то же самое. Итак, друзья, у нас следующая порция танков. Естественно, снова пишите в комментариях, как они называются. Так, первый, второй и третий. Я, в принципе, знаю, что вот это вот у нас, если я не ошибаюсь, КВ-2, это у нас Тигр. А это, а вот это, кстати, не знаю. В общем, пишите в любом случае в комментариях, может, я вообще не прав оказался. Давайте мы посмотрим, что сейчас у нас, друзья мои дорогие, будет с ними. Делаем замедление. Нажимаем на заветную кнопочку. И сейчас начнется полная вакханалия. Полная жесть. И будут минус танчики. Так, друзья, первому достанется вот этому зеленому танку. Не знаю, как он называется, но он будет самой первой нашей жертвой сейчас. Там, кстати, поезд едет. Ему тоже достанется. Но, к сожалению, против поезда этот наш маленький танчик не работает. Давайте, кстати, придумаем ему какое-нибудь название. Микрописюн или что-то в этом роде, я не знаю. Давайте вместе с вами придумаем. Пишите в комментариях, как можно назвать этот фиолетово-золотой танк. Я надеюсь, что автор оригинального этого танка не будет против, если мы его как-то назовем. Чисто для нас так. Тут минус лицо. Лицо улетело просто в космос. Колесо, кстати, колесо заденет сейчас наш маленький танчик. Знаете, такой ответный удар. Ответный удар по нашему маленькому. Тихо-тихо-тихо танчику. Так, следующий будет бей фашистов КВ-2. Минус левый бок. Минус левый бок. И он тоже полетел. То есть, на самом деле, вот от этих вот выстрелов, вот этой кучи выстрелов, просто не спасает никакая броня. Поэтому получается как-то так. И третий у нас Тигр тоже получил. Мой братан Тигр тоже получил свою заветную, так сказать, пощечину. Пощечину свою заветную своими. Интересно. Возможно ли сосчитать, сколько здесь выстрелов? Мне кажется, это нереально. Посмотрите на эту кашу-малу. Просто каша-малаша. Полная жизнь. Там еще что-то где-то взрывается. Блин, FPS, я не знаю, FPS, наверное, 5 сейчас, если не меньше. Может, может, 4, может, 7, может, 6. Я даже не знаю. У меня счетчик FPS, потому что опять не включен. Я не знаю, после там последнего обновления какой-то программы, счетчик FPS перестал работать. Давайте мы ускоримся. Фига он тут. Просто, смотрите, еще пританцовывает в конце. Всех расфигачил и начал танцевать. Так, давайте мы... Так, тихо. Давайте посмотрим, это у нас кто. Это какой танк, интересно? Не могу знать. Блин, тут то же самое. А вот этот вот, кстати, танк. Блин, он практически цел. Это вот как раз-таки первый, который получил, он практически цел. Смотрите, он просто, ну, немножечко улетел в космос. В принципе, с кем, как говорится, не бывает. Все ведь мы летаем в космос. Блин, ребята, на самом деле, третью попытку я хочу провести снова на крыше, как у нас было в прошлом выпуске. Мне кажется, ну, это будет такая, знаете, уже традиция для нашей Shock Wave, для нашей ударной волны. Давайте мы к этому сейчас с вами, друзья, и приступим. Итак, друзья, что ж, взял я снова новые танки. Опять же, пишите их название в комментариях. И вот такой вот еще у нас тут маленький танчик, он притаился здесь снизу, но вот этот небоскреб, скорее всего, упадет прямо на него, раздавит его и не оставит от него вообще места никакого живого, ни сухого, ни мокрого, никакого-либо. Так, ну что ж, давайте, наверное, мы с вами и начнем. Приступим, как говорится. Блин, реально так прикольно наблюдать за тем, как эта волна все больше и больше становится. Реально красиво залипает. Блин, смотрите, кстати, вот на эти взрывы тоже красиво так. Блин, не, ну прикольно, прикольно выглядит, конечно, тупо. Я прям кайфую, серьезно. Серьезно, серьезно, серьезно. Блин, киса опять начала мне немножко мешать. Итак, первый у нас получит правый танк. По-моему, это СУ-100У, по-моему, но это не точно. Он первый получает свою заветную пощечину. А следующий будет бочка или все-таки танк? Следующая, по-моему, была бочка, но они примерно в одно время с танком получили свой урон. Поэтому сейчас должно быть кое-что очень жесткое и очень веселое. Так, давайте мы сделаем свободную камеру. Перелетим вот в эту сторону. Так, все, наш зеленый танк советский получает очень больно пощечину. Это же вроде советский. Если я не ошибаюсь, ну да, я все-таки не ошибаюсь. Так, первая бочка уже взорвалась. Задний танк, вот тот вот, так сказать, песочного цвета, тоже получил уже свой урон. Сейчас он улетит потихоньку. Так, две бочки уже взорвались. Сейчас будет взрываться небоскреб. Небоскреб, вот, началось. И он должен упасть на второй небоскреб, который рядом чуть поменьше. И раздавить тот танк, который стоит на нем. Блин, вообще, кому пришла в голову мысль припарковать свои танки на небоскребе? Так, это разлетелся наш, как в прошлый раз, наш основной танк. Вот эти все черные, это все пушки. Вы представляете, сколько их там? Вы просто представляете, сколько их там, мать вашу, находится? Это просто жесть. Это просто какая-то жесть, как мне кажется. Так, вот это какая-то деталька. Так, блин, вы просто посмотрите, просто на это посмотрите. Блин, два фпс, наверное. Ну, выглядит, конечно, это мега эпично, как мне кажется. Выглядит это просто, просто невероятно эпично. Так, ну что там? Кстати, зеленый танк СУ-100У. По-моему, он так называется. Его вообще уже не видно. Вот этот танк, который... Я вообще не помню, как он называется. Он еще пока что, мы его видим. Так, ну мы ждем, когда же упадет. Давайте немножечко ускоримся хотя бы, а то мы так не дождемся. До 0.01. Ну, небоскреб. Вот так, вроде начал падать небоскреб. Небоскреб начал, вот, потихонечку видно, как он наклоняется. Сейчас посмотрим, что станет вот с этим танком. Мне кажется, сейчас будет что-то очень жесткое. Мне кажется, его просто... Блин, прикиньте, оказаться вот на этой крыше в то время, когда на тебя падает соседний небоскреб. По-моему, это реально очень жестко. Я бы не хотел, я бы не хотел. Ставь лайк, если бы тоже не хотел здесь оказаться. Ё-моё. Что творится в нашем мире? В лего-мире? О-о-о-о. Это было жестко. Это было реально жестко. Так, куда делись наши? Так, вон, один вижу летит. Так, где второй? Где зеленый? Зеленый? Зеленый ты где? Блин. Это мы еще успели задеть и вот этот небоскреб? Когда? Когда это мы успели сделать? Ну, давайте вернемся в настоящее. Блин, положили полгорода. И найдем все-таки... Так, это наш пилот основного танка. Так, это второй танк. Куда-то непонятно. Короче, танки мы сами, друзья, с вами. А вот, вот этот оказался самым крепким. Потому что у него даже сидушка осталась. Блин, он летит. А вот все, минус сидушка, интересно. Прикиньте, сейчас на... Нет, не упадет. Ладно, друзья, давайте мы на этом будем потихонечку заканчивать. Подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. Ставьте свои большие пальцы вверх. Пишите какие-то свои комментарии. Новая серия по BrickRicks не заставит себя долго ждать.